Здравствуйте! И в продолжение истории земельной аферы территории двора 70-го дома по Авроре есть еще много чего рассказать. Ну, кроме того, что из раза в раз нужно повторять очевидную истину, что это именно детская площадка, никаких построек, находящихся в чьей-то собственности, тут не было и нет. Вот хотелось бы поднять и вопрос о действиях должностных лиц, которые не только не препятствуют совершению преступления, но и, похоже, прямо-таки потворствуют всему этому, а то и вообще принимают самое активное участие в афере. Ну, а как еще расценивать действия, допустим, кадастрового инженера, который оформил кадастровый паспорт на несуществующий объект, тем самым легализовав недвижимую мертвую душу. Но он же должен выезжать на место, все осматривать, замерять, что называется в натуре. Ну, и как он в этом сквере разглядел павильончик площадью почти 400 квадратов? Он что-то там запрещенное, что ли, курит? Или это осознанный все-таки подлог был? Ведь именно опираясь на версию о якобы существующем тут павильоне, появилась схема с приватизацией участка земли. Так что, повторяю, есть все основания подозревать, что этот кадастровый паспорт — очевидный подлог, чтобы узаконить аферу. Хотя, прямо перед тем, как кадастровый инженер начал свое вольное творчество, проверка, его же конторы выявила на данной площадке совсем другое. Я так понимаю, что в любом случае это первоисточники кадастрового инженера, а кто им закрыл глаза на отсутствие всех этих объектов недвижимости, я не знаю. Это, наверное, вопрос провоконительного органа. То есть кадастровый инженер приезжал на место, сделал замеры и вывел за своей подписью официальные данные, что павильон есть. Да, да. В прошлом году недавно приезжал. Но при этом в апреле месяц, то есть немножко ранее, приезжали с актом проверки использования этого земельного участка с кадастровой палаты. Да. Они зафиксировали, что эта земля используется не по назначению. Здесь должны быть либо музеи, либо выставочные залы, да. Вот. А на самом деле здесь детская площадка. Но они зафиксировали то, что тут отсутствует павильон. Да, да. Нет, они зафиксировали, что здесь детская площадка. Вот это вот все и есть, по-моему, очевиднейший повод для заведения уголовного дела на кадастрового инженера и на организацию, которая оформляла на себя этот виртуальный павильон и требовала приватизировать участок под ним. Полиции для этого надо было всего лишь взять в разработку все эти документы и выдать свое заключение по фактическому положению дел. Есть павильон или нету его. И дальше уже разматывать клубок по квалификациям. Халатность, коррупция, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество на их выбор. Но наша доблестная полиция так и не проявляет желание возбуждаться по факту очевидных закидонов кадастровиков. Я попробовал вместе с администрацией дорожного района подать в отдел полиции документ о мошеннических действиях. Оказалось, что по нашему заявлению опорный пункт номер 4 отказал в возбуждении уголовного дела. Продолжение следует...